Маленькая девочка спрашивает маму, почему-то плачет, но боль слишком сильна, чтобы сдерживаться. Я сначала не говорила. Батюшка этот приезжал, я с ним посоветовалась, поговорила, как рассказать правильнее ребенку о том, что папа погиб. Вдова и ее осиротевшая дочь – новые жертвы насилия, охватившего Славянск. До того, как произошла трагедия, Ирина и Павел были женаты всего 4 года. Обычно мы ночью созванивались, когда он там был на блокпостах, а это он не взял трубку. Рано утром встала, ну детки встали, как обычный завтрак, как все. И пришли ко мне мои знакомые Татьяна со своим мужем и два его казака, которые были в его подразделении. Пришли, ну и мне рассказали. Конечно, было сначала тяжело, я сама не верила. Я поехала на именно то место, где он погиб. Я поехала туда. На этом месте погиб Павел. На обочине дороги, ведущий в Славянск. На земле все еще лежат осколки стекла. Он не должен был быть здесь, но вызвался добровольцем для охраны города. Это очень переживала. Я и просила его не ехать туда. Я и ругала его за это. Но потом, поняв, что он защищает наш народ, чтобы мы боролись с этим. И кто другой туда не пойдет и не будет, не будет просто защищать нас. Если каждый будет так отказываться, а кто? Тогда будем просто сидеть тихо, мирно по углам и просто нас расстреляют. На одном из подобных блокпостов был убит Павел и еще четыре человека. К ним подъехал автомобиль, из которого был открыт огонь. Павел и двое его соратников скончались еще до прибытия подкрепления. Все они были жителями Славянска. Церемония прощания с погибшими прошла в церкви. Жители Славянска пришли на похороны, чтобы проводить защитников города в последний путь. Но вскоре скорбь переросла в гнев. Шлют танки, пулеметы, пушки и нас убивают. Это герои, которые защищали свой народ, родственники, свой город. А не те герои, которые на сотни погибали. Это не герои. Это были безоруженные люди, но они боролись за то, чтобы никогда к нам не пробрались эти фашисты. Может быть, я слишком высокого мнения о своем муже, но это частичка меня.